Попробую снимать на эту камеру, но хоть и нехорошо снимает, но зато вводки это не может. Смениваю кадров побольше. Вот тут двойная граната Камбур, 38 метров, из разного провода намотан бутиндуктор, 10 метров. Два провода, 2,5 квадрата и 2,5 квадрата. Тут из двух кусков 10 метров по 5 метров. Трезонансный конденсатор 0,47 мкФ. Потом тут параллельная граната 0,1 мкФ и 0,033 мкФ. У транзистора, вот этот особенно очень сильно греется. Почему-то я поставил 3205, раньше стоял РФ640. Я думаю, что он так сильно греется в транзисторе, потому что тут зазор есть на горшке. Поэтому не греется. Если обратно, вот они там будут греются. Только работает один качер. И в чём? Тут как бы заземлять не надо. Тут такая установка предусмотрена, чтобы не было заземления. Но всё-таки я заземрил её для безопасности. И чтобы мой блок питания не сгорел. Вот этот. Раньше один раз плывал за землей, и он сгорел. Он вылетел. И всё повырело. Вот ещё кусок провода. Вообще-то не нужен. С прошлых экспериментов. Ладно. Потом уже тут паяю. Вот обычный качер. Он горячий. Вот тут можно вот немножко регулировать частоту вот этим. Танционно прям подавая сигнал разный на базу. Пока его отключу, потому что он очень горячий. Что-то ему подложить хочется, чтобы он не согрелся. Вот он даст 안돼. Включил, включил, вот в чём, что я хотел показать, вот, посмотрим сейчас в качах, вот, постоянно работает, вот, 1,93, частота шпула 30 кГц, вот, я потяну, вот, почти 1,5 мГц, то есть, в 50 раз меньше, но тут даже руку подносишь, ну, это влияет на чистоту, и в чём тут хорошо, что вот с таким вот рядом качером, что можно его отдалять, приближать, от этого частота меняется, ещё можно индуктор длинности начинает, тоже частота меняется, и можно точно любую частоту настроить, очень удобно, я бы сказал, «Воевая часть» «Воевая часть» Показываю частоту. Показываю частоту. Показываю. Показываю. Показываю на коллектор. Показываю на минус. Продолжение следует... Включаю пускулы. Да, это прибором проводок не таких неправильно показывает. Вот низкую частоту лучше мерит вот этот прибор, а высокую их вот. В принципе, я их два могу положить, чтобы было получено. Включаю. Что-то показывает. А, это на коллекторе. Потом он тут грядит. Вот, 181 кГц. Надо на затворе смотреть. Продолжение следует... Включаю. А тут он будет. Где сигнал идёт от L и на минусе. Включаю. На лампе где-то стоит 40 В. Если 220 и 25 Ватт вкрутить, тогда будет 190-200 В. А тут 56 Ватт. 55 или 53 Ватт. Вот, 30 кГц. Теперь вот этот для качеры пусть будет. Показывает. Вот. А этот 30 кГц показывает, потому что ловит наводки. Оба показывают. Тризис этот нигде не подключён. Тризис этот нигде не подключён. Тризис, пока нет. У него нужно, так, ближе качер подключить. 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 Чтобы только качер наводки ловишь. Трудно теперь ловить наводки, когда оба работают. А, качер не подключён тут. А, качер показывает 1,50. Вот. Я камеру подношу. Частота меняется. Три воды лёв. И на 1 вот. Вот. Ровно 1,5. Показывает многогерц. 1,5,0,0. А вот этот тоже 1,5,0,0 показывает. Вот. Теперь включаю пушку. Вот. Показывает 3,29. А вот этот 1,5,0,1. Можно его немножко подрегулировать. Так вот. Эккулятор, наверное, его попортил многооборотно. Чтобы крутить никакого толку. Чего вроде бы помешает. Вот. Очень славно. Надо сидеть. Надо сидеть. Так вот. Но как хотелось? Вот. О, по-другому. Может быть. Показывает. Может быть. По-другому. Не Lenin. Эккулятор, что-то не надо. И вот. А вот. Эккулятор, Продолжение следует... 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 132 вольт дождь дождь Вот тут, вот от этого конца индуктора и от резонанса от инициатора идет через диод высоковольтный от микроволновки на минус. А вот тут светлая черточка, это значит как бы плюс, я не помню, это монот или кто-то, я так как бы для себя плюсом называю, если тут минус. Плюс тут не проходит, а минус проходит, и минус идет на минус. Вот я поставил теперь на 1000 вольт взял UF5408, UF5408, UF5408. И вот этот высоковольтный вот тут, потому что может он слишком медленный, этот 75 нс. все лучше меняем бы какой-нибудь на 25 нс. Посмотрим, он зим что-то поменяет. вот чисто такой шпула было 30,22 было сначала, а теперь начинает понемножку падать. вон там 1,508. Вот я теперь буду руку опускать. 1,507. Медленно, очень медленно. 1,506. 0,7 колеблется. 0,6. 0,5. Колеблется. 0,5. А тут 30,15. колеблется. 0,5. 0,5. 0,4. Колеблется. 0,5. 0,5. 0,5. 0,3 колеблется. 0,3. 0,2. 0,3. 0,3 пока. 0,2. 0,3. 0,2. 0,2. 0,2, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 0,1, 0,1, 0,0, вот, я пропустил, по 30-14, вот, я руку пускал, у меня у частоты медленно очень, никакого зацепа не произошло, по кратности. Теперь по этой катушке, я её сканировал, частоту, и там была частота на 2,5 МГц резонансная, тут вот, тёплый, конечно, этот индуктор, горячий ножи, можно сказать. Тут вот намотана на кушпуля 2 обмотки, это, видимо, я раньше для катера использовал или для чего-то, напряжение, теперь она не используется, это обмотка. Скважинность тут 33% на кушпуле. Вот как мотается эта обмотка, 40 метров, из двух разных кушков провод. Сперва так пропускается вот тут провод, через эту трубу, тут посередине, есть ровно по 18 метров. Потом начинается из одной стороны вправо мотаться, по часовой стрелке доходится до середины, обратно идёт и мотается в противоположную сторону, против часовой стрелки, доходит насюда, и потом мотается вот этот третий слой досюда, и вот он выходит, и вот тут выходит через трубу, и идёт вот тут. С этой стороны тоже так само, ровно всё так само мотается. Вот сперва по часовой стрелке мотается, и до сюда доходит, а потом так, потом так, потом так, и вот так. Вот тут просто 10 метров намотаются, вот на тенге. Смотрите, какие частоты. Вот нет стабильности у пушпула на телочке. Так, назову марку, чтобы на неё, может быть, не покупали такую микросхиму, так как она нестабильный архот. Хотя, может, другие тоже самоработают. Не знаю. Я её фонарик положил. ТЛ-494CN. Вот такая какая-то. Потом вверху ещё написано 34D1TFKE. Е, и потом вроде бы 4. А может, это у сопротивления плавает частота? Потом они подогреваются, меняется их частота. И сопротивление не знаю чего-то. От чего плавается частота? Ну, вот этот стабилизатор напряжения тоже там меняется частота. Он теперь подогревается. Потом у него... Если он тут, конечно, не сгоревший, вроде бы не должен быть сгоревший. А что бы тут пошло бы на затвор 25 вольт, и, наверное, бы транзисторы прожигались. Вот на камере кажется, что ярко горит, но тут на 132 вольта на лампе. Вот я руку положила, вон, как часто-то упала. Вечером. ОК. Больше не знаю, что тут ещё показали. Удачи! Я Продолжение следует... 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 1,5 килограмма 1,5 килограмма 1,5 килограмма 1,5 килограмм Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот тут подачи ранее никакого тут нет, он никак не меняется. Можно там сделать, чтобы скачером напряжение там вырастало, но это просто, когда настроиться так, чтобы там горшок скрипел, он как-то там шипел, он неправильно работал, там пошпал, как-то домукание какого-то происходило. Тогда он как бы качает слабо, потом качер включаешь это шипение, там выправляется, как-то пропадает. Эта лампа как бы входит в нормальном режиме, как нормально обычно начинает гореть. И все, эффект появился бы. Якобы там лампа ярче откачером горит, хотя, если посмотреть потребление, то столько потребляется, столько еды. и никакого нет эффекта, можно просто правильно пускул настроить и не будет этого эффекта. Тем более, вот когда конденсаторы резонансные стоят на параллельной этой съемной катушке, тогда качер никак вообще не влияет. Может мизер-мизер, очень мало, что незаметно даже. Вот если их брать, тогда, подключая качер, тогда немножко есть прибавка напряжения, но это сложение мощностей. И чем сильнее нагрузка, тем меньше прибавка напряжения. Потому что на большой нагрузке там уже ничего не понимают, поэтому это просто сложение мощностей. Никакая не СЕ. Не знаю, как там звук запишется, потому что это очень тихо записывает. Это устройство, с которым снимаю. Пойдеток. Чтоб хорошо было, нужно не качер делать, а генератором. И так же двухполярную Теслу. Вот тут один. И не надо ей тогда загемляния, и им будет опора друг. Чтоб каждая половинка, наверное, будет. И делать можно на другие, но там вроде бы частоты очень стабильные. И сделать, чтоб генератор получал того же самого сигнала. Как бы, и тогда частота будет ровно-ровно кратно. Один к 100 или один к 50. И не нужно будет, как бы, возиться. Просто нужно будет подстраивать уже саму катушку, чтоб в резонанс она попала более-менее. Так. Как вот? Так. 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 Продолжение следует. такой пиз-пиз-пиз-пиз-пиз и 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 а теперь слишком близко 0,6, а тут петло а 0,7, 0,6 крыльный 0,8, тут 15 но я руку опущу немножко А 0,6, 0,7 0,9, 0,8, 0,8 0,7, 0,8 0,7, 0,8, 0,15 а теперь 14 было вот этот диод стоит только никакого он там и не греется, и не что там а тут киловольное зачем теперь зашэм 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...